Такие у меня кроссовочки. Сегодня их Абула. Адидас. Чистый Адидас. Можете посмотреть. Так, в видео я вам расскажу про них. Добрый день. Добрый день, дорогие зрители. Так солнце сослепает, что я сама не вижу, что я снимаю. Сегодня я одна в Катре. Поехала по делам. Уже дела все решила. Сейчас села записать видео и буду направляться домой. Буду домой ехать. У нас погодка прохладно. Плюс 3 градуса с утра было. Но на данный момент примерно 6. Я сильно не надевалась. Без рукавка и блузка. Мне не холодно. Так свежо чувствуется, но не холодно. Прочла же ваши комментарии. Кстати, хочу сказать сегодня, что... Сегодня мне надо уже в 2 часа срочно дома быть. Видео записываю в 11. С утра вся в делах. Рано встала, потому что надо было по делам поехать. Сделать дела. И сейчас домой буду направляться. Что хочу вам сказать. Сегодня буду ждать посылку. Фу-фу-фу-фу-да и бог, чтобы все хорошо прошло. Чтобы она пришла. Кое-что сокасало. Очень важное для меня. Распакую вам пока, что с вами поделюсь. Ну, посмотрите, короче, на следующем уже видео. Если она придет, то все будет... Она уже оплачена. Все проплачено. Главное, чтобы оно прошло. Что хочу вам сказать. Прочла я ваши комментарии. Я, конечно, в шоке. В шоке. Люди... Я не знаю, с чего вы... Какие-то вы информации черпаете. Или со своей колокольни какой-то предпишите. Пишут же то, что я... Ну, как вы выражаетесь, на халяву живу. Я на халяву не живу. Так что успокойтесь. Я работаю. Если человек здравомыслящий, и особенно кто живет в Нермании, они знают, если бы я не работала, меня бы за два года либо же на курсы языковые отправили бы, или бы на какую-то работу поустроили. Работу я сама себе нашла. У меня онлайн-работа. Там не повезло. И я, кстати, я самая... Когда я сюда приехала, в Нерманию, я приехала без компьютера, с одним телефоном. Ни ноутбука, ни компьютера у меня с собой не было. За что я себе благодарна, что пока у меня свои деньги были, потому что на пособие я бы никогда ноутбук бы не купила. Пока я шла на свои деньги, я себе сразу же... Ну, по приезду сюда через пару месяцев буквально я сразу же купила себе ноутбук. Языковые курсы я ходила. Я больше месяца отходила, я даже на А1 не встала. Я вообще не знаю, я их просто бросила и ушла с ней. Потому что, когда я еще находилась в чоп-центре, когда я с этими курсами связалась, в чоп-центре мне сказали, мой оклад, какая у меня работа и какой у меня оклад будет. Меня это не устроило. Я сразу покинула курсы. У меня знакомые мне предложили хорошую работу, онлайн-работу. Я прошла хорошее обучение, тоже онлайн-коучинг я прошла. Обучилась. И теперь я благодаря... Огромное спасибо. Я отсюда уеду. У меня работа сохранится. Это не то, что я пока в Германии живу, я работаю. Я перееду домой в Украину, и у меня моя же работа при мне и останется. Это огромный плюс. Я понимаю, многие мне просто советуют. Многие советуют, потому что, например, если бы я тут пошла бы, как вы мечтаете, куда-то или убирать, или тот же трамвай тут водить, я бы уехала с голой садницей отсюда. А так я уеду, работа у меня останется, и причем работа хорошая, не выходя из дома. Меня это очень... Мне свободный график очень устраивает, так как я не сама живу, я человек санятой. У меня есть семья, у меня есть описательство перед семьей. Так что мне это устраивает. Свободный график, работа онлайн, работа по ноутбуку. Дополнительный доход у меня еще есть один. Вы про него знаете все. Так что вот так. Потому что пишут такие комментарии, это просто какой-то бред. Просто бредовые комментарии пишут. Ну я думаю, что срывомысливший человек, он понимает, что человек, который не учится, не работает, он не будет на соцвыплатах жить, потому что соцвыплаты все равно или отправляют на курсы языковые, либо же направляют на работу. Просто не всем так писет, как мне. Меня Боженька любит, благодарю. Каждый день Бога благодарю, потому что я с такой ситуацией жизненной вышла, с которой бы не каждый, наверное, бы вышел. Потому что у нас, для нас лично 22-й год, это был год, я думала конец всему. Но каждый день Бога благодарю, что нам Бог помог. Что хочу сказать. Прочла же Ваши комментарии. Люди такой бред, ну ахинею, такое пишут. И мужчину с меня лепят, и все. Я уж и в купальнике. Кто не смотрел предыдущее видео, я там в купальнике. Снялась полностью в купальнике. Там хорошо виден мой пол. Какого я пола. Я понимаю, люди со своей колокольни придумывают, фантазеры. Ну возможно, Ютуб-платформа такая, что и не здоровые люди заходят посмотреть видео. Так что я с этим поделать ничего не могу. Кстати, сегодня свои кроссовки адитасовские надела, обула. Сейчас в адитасовских кроссовках. В том году их покупала. Сейчас покажу, досниму, и в конце вам прикреплю их. Кому интересно, может посмотреть. В том году покупала, по акции купила. Их скидка была, если я не ошибаюсь, 50%. Тоже весной покупала. Надеваю очень редко. Если у меня что-то такое есть брендовое, я стараюсь надевать редко, потому что на каждый день город не очень чистый, чтобы обувать хорошую обувь и ее загрязнять. Они такие, что их стирать после стирки, они уже потеряют свой фасон. Обувь покупаю на размер больше, даже на два размера больше, потому что у меня проблемы с ногой. У меня на правой ноге проблемы с пальцем. Был ушиб большой. Я тут хотела к врачу обратиться. Пошла на рентген. Такой бред мне написали. Я уже дома с этим решу вопрос свой медицинский. Тут я этим заниматься не хочу. По поводу работы. Страховки, за жилье, часть, все это оплачиваю я со своей зарплаты. Все страховки, все налоги автоматически у меня списываются. У меня на руках больше тысячи. Не на руках, но у меня с того, что я за жилье плачу, за коммуналку плачу, у меня, ну вот это без налогов, сумма больше тысячи евро остается. И с этой суммы у меня еще берут и на Стаса. Кстати, Стас в этом месяце не получил пособия. Они какой-то перерасчет ему делают. Он пособия в этом месяце не получил. За март месяц. Мы с ним еще раз в чуб-центр пойдем. Я отправила термин. Не знаю, когда придет термин на него. Мы пойдем в чуб-центр и будем решать, на каком основании ему не выплатили. Посмотрим. Ну, у меня деньги есть. Я за это сильно не переживаю. Голодный Стасик мне останется. Жена у него хорошая. Я всегда была трудолюбивая. Всегда хваталось на любую работу, которая приносит доход. И, кстати, для тех зрителей, в Германии не считают, ты ходишь на работу. Так это в любой стране, я думаю. Ты не ходишь на работу. Я считаю твой доход. Если тебе доход поступает с любых источников, это считается работой. Я, кстати, вообще от слова работа не люблю. Работа это от слова, наверное, белочки бегают. От слова, наверное, рабство. Я называю труд. Я трошусь. Я всегда трудилась. И на данный момент я трошусь. Меня мой труд устраивает. Я могу свободно выбирать себе время, когда я работаю. Благо, ноутбук. И любой человек. Это же и вас касается. Любой человек, кто имеет доступ к интернету, кто имеет телефон, кто имеет ноутбук, компьютер, вы можете себе найти онлайн работу. Я сама себе не искала. Мне мои знакомые посоветовали хорошую ферму и сказали там бессрочный контракт. Это не немецкая ферма, но европейская. Там язык английский и русский. Я на русском свободно говорю, свободно пишу. И русский язык с русским языком мне приняли. Если бы я английский в совершенстве знала бы, то зарплата была бы чуток больше. Так что вот так как-то. Не знаю, люди пишут такой бред. Нервов у меня. Я не нервничаю. Я это все не принимаю близко к сердцу. Так что не описудьте. Налоги я плачу в Германии. Пока что в Германии. Перееду домой, буду в Украине платить налоги. И у меня, кстати, для Украины, если у меня будет оставаться больше тысячи евро на руках, это огромные колоссальные деньги. Живя в собственном шелье, не в арендованном шелье, это большие деньги. Тут же я отдаю, я 200 евро отдаю только за квартиру. Потом пишут мне, сколько у меня месяц уходит на жизнь денег. Во-первых, моя мама, да, она получает пособие, но ей пособия не хватает на месяц, так как я Стасику. Эти все деньги идут с меня. У меня только 248 евро уходит на сигареты. Курить я пока просит. Тому я вернусь, возможно, я прошу курить. Тут такая жизнь, что курить я просить не смогу. Жизнь у нас напряженная. Нервы, напряженка. Так что вот так. По возвращению домой буду стараться. Конечно, привычка пагубная. Зависимость даже, можно сказать, от курения пагубная. Бросать надо. Знаю, Аня просила с канала Аня Настя. Знаю, Настя просила курить. И ей огромный-огромный респект. Молодец. Такое сложное время просить курить, но дорогого стоит. Я же пока что не готова. Посмотрю. И плюс еще и Стас. После больницы сокурил. Сигареты еще больше уходят. Ну, это мои трудности, это мои проблемы. Точнее, это не трудности. Просто лишние расходы. Сигареты тут стоят. У нас вот в Украине пачка сигарет, если я не ошибаюсь, когда мы уезжали, она стоила евро 50, если на евро переводить. Тут же они 8,40. Точно таки всегда курила одну марку сигарет. Пробовала другие, но больше мне эта марка сигарет подходит. Так что вот так. Сейчас вам кроссы свои покажу немного. Посмотрите. Всем отличного настроения. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосики.